Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Учение взаимодействия 2014 объединило 3000 военнослужащих. Куриное яйцо как показатель подъема сельскохозяйственной продукции. Оказывается, отстроенный забытый интернат для слабовидящих детей еще не развалился. Японские каратисты поддерживают восточное единоборство Казахстана. На юго-востоке здание интерната для слабовидящих детей буквально разваливается, хотя на строительство объекта из республиканского бюджета были потрачены более миллиарда тенге. Хуже всего это место стало пристанищем для бездомных и наркоманов. Строительство школы-интерната для слабовидящих детей проводили в рамках государственной программы «100 школ, 100 больниц» еще в 2006 году. По плану здание в эксплуатацию должны были сдать в 2008 году. Хотя ремонтные работы здесь почти закончили, но по непонятным причинам строительство приостановили. Сейчас состояние многоэтажного здания плачевное. Пластиковые окна разбиты, крыша течет, а зимой от сильных морозов испортилась внутренняя отделка. Школа-интернат буквально разваливается на глазах. Как утверждают жители соседнего дома, здесь часто собирается веселая компания бомжей и наркоманов. Сказать на камеру свои недовольства жильцы отказались, но невооруженным глазом видно, во что превращается объект социального значения. В Караганде уже функционирует школа-интернат на 100 мест, где обучение проходят дети в возрасте от 6 до 16 лет. А недостроенное здание на Юго-Востоке не помешало бы развитию детей с повышенными потребностями. Прокомментировать ход строительства объекта в управлении образования и в прокуратуре просто отказались. Когда же начнет функционировать интернат, неизвестно. Остается только ждать продолжения ремонтных работ. В Караганде начали судить семерых парней, которых обвиняют в убийстве десятиклассника Дениса Зелепухина. Почти все они стоят на учете в полиции как воры. По версии следствия, Дениса убили за то, что он якобы стал стукачом. Дениса Зелепухина искали полгода. Все это время учислился пропавшим без вести. Весной в районе бывшей шахты «Северная» полицейские откопали тело школьника. Труп разложился, опознать его смогли по одежде и с орханившимся татуировкам на фрагментах кожи. Хоронили Дениса в закрытом гробу. Судебное следствие уже завершилось, осталось лишь провести, и судья ушел бы в совещательную комнату. Но тут произошел неожиданный поворот. Адвокаты в один голос заявили, что дело следует отправить на доследование. Мол, обвинения расплывчатые, говорится о групповом убийстве, но при этом роли преступников четко не определены. Неясно, кто был за водилой, кто под стрекателем, у кого какие были мотивы. Хотя следственные органы четко доказали, кто и как вел себя во время убийства. Отправить ли дело на доследование, станет известно в ближайшее время. К другим новостям. Глава Карагандинской области Нурмухамед Абдебеков провел совещание, на котором был рассмотрен вопрос о государственном контроле и надзоре за использованием и охране земель. Карагандинская территориальная земельная инспекция в 2013 году и за 6 месяцев текущего года было проверено 1076 объектов землепользования на предмет соблюдения ими земельного законодательства страны. Тем самым было выявлено 459 административных правонарушений и наложен штраф на сумму более 32 миллионов тенге. Основными нарушениями собственников и землепользователей и государственных органов, выявленными контролем, являются первое – это нарушение права государственной собственности, самозахват, второе – это нерациональное использование или неиспользование земель. Следующее – это нарушение сроков рассмотрения ходатайств о предоставлении земельным участкам или об отказе, сокрытие информации, искажение сведений, длительное неиспользование земельных участков. В текущем году проведена 31 проверка в отношении недропользователей, выявлено 45 нарушений, возбуждено 41 административное дело, наложены административные штрафы на сумму более 5 миллионов тенге. Проводилась работа по возвращению в государственную собственность неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения. Аким области Нурмухаммед Абдебеков поручил Акимам городов и районов, руководителям соответствующих областных управлений вести активную работу в этом направлении. В то же время руководителям регионов с вас обязанности по формированию бюджетов, по исполнению тех программ, будь это программа развития территории и прочее, которые стоят, развитие там образования, культуры, спорта, все, что хотите, никто не снимает, так что будьте добры, впрягайтесь в эту работу. Управлению природных ресурсов и природопользования в установленном порядке необходимо передать в Акиматы городов и районов области необходимые документы по переводу земель водоохранных полос в землеводного фонда. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Бахтяр Успанов, Первый, Карагандинский. Впереди короткая реклама, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галтек 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система Профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Карагандинская область занимает второе место в республике по производству куриных яиц. Из всех видов сельскохозяйственной продукции наибольший рост производства отмечен именно по этому направлению. Неплохо живется нашим наседкам. Это подтверждает статистика. За 7 месяцев 2014 года в Карагандинской области из всех видов сельскохозяйственной продукции наибольший рост производства отмечен по яйцам куриным. С начала года произведено 351 0,4 миллиона штуки яиц куриных, что на 11,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Среди регионов республики по производству яиц куриных Карагандинский регион занимает второе место после Алманатинской области. Удельный вес Карагандинской области в республиканском объеме производства яиц куриных составил 14,4%. Основными производителями яиц куриных в области являются сельскохозяйственные предприятия, доля которых в областном объеме занимает 91,1%. Птицефабриками области за 7 месяцев текущего года было произведено продукции на 11,6% больше прошлогоднего объема. Увеличение производства связано с ростом поголовья курни сушек. Более 62% яиц куриных, произведенных птицефабриками, приходится на Бухаржирауский район, 36,5% на Абайский район, 1,3% на Жесказган. Удельный вес хозяйств населения, крестьянских или фермерских хозяйств в общем объеме производства яиц куриных составляет 8% и 0,9% соответственно. Рост производства яиц куриных наблюдается во всех регионах области, кроме Жанаркиинского района. При этом наибольшее увеличение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечается в Садпаеве, Жесказгане, Кимиртау. Несмотря на это, цены в Караганде на столь массовый продукт остаются кусачими. Внимание дети, внимание светофор. Оперативно-профилактические мероприятия дорожной полиции перед 1 сентября направлены прежде всего на снижение дорожного травматизма среди детей. Но культура наших водителей и пешеходов приводит к тому, что за 7 месяцев текущего года уже погибло 2 ребенка. За 7 месяцев текущего года на территории города Караганды зарегистрировано 35 ДТП с участием детей, в которых 2 ребенка погибло и еще 34 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма по всем показателям. За истекший год в Караганде по вине детей зарегистрировано 10 ДТП, при которых 9 детей травмированы, 1 погиб. Из анализов видно, что основными нарушениями являются переход дороги в неположенном месте, нарушение правил дорожного движения велосипедистами и водителями скутеров. Из анализов видно, что основными нарушениями являются переход дороги в неположенном месте, нарушение правил дорожного движения велосипедистами и водителями скутеров. Цель данного мероприятия – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, недопущение дорожно-транспортных происшествий. В преддверии данного мероприятия мы совместно с отделом образования, с ювидовцами проводим профилактические беседы в детских садах, в дошкольных детских учреждениях. 1 по 10 сентября административная полиция УВД города Караганды проведет профилактическую акцию «Внимание! Светофор». В это время полицейские наряды будут приближены к учебным заведениям. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями правил дорожного движения. Мы совместно с полицией проводим мероприятия в садиках и в дошкольных местах. Обучаем детей азами правил дорожного движения. В стратегии «Казахстан-2050» глава государства одним из ключевых приоритетов развития страны назвал безопасность общества и его граждан. Многие дети, особенно в летнее время, часто остаются без присмотра родителей. Чтобы защитить детей от травм, на дорогах требуется только одно – дисциплинированность, внимание, осторожность. Не стоит забывать, что на месте пострадавших детей может оказаться и ваш ребенок. Ануар Сидрахим, Шалкар Аутамбеков, Бахтя Руспанов, 1-й Карагандинский. Учение коллективных сил оперативного реагирования Организации договора коллективной безопасности взаимодействия 2014 проходит в Карагандинской области. Подробности далее. Торжественное открытие комплексных учений коллективных сил оперативного реагирования Организации договора коллективной безопасности взаимодействия 2014 состоялось в понедельник, 18 августа на полигоне Спаск в Карагандинской области. В учении принимало участие около 3000 служащих воинских контингентов, оперативных групп и формирований сил специального назначения из Армении, Беларуси, Казахстана, Кырлистана, России и Таджикистана. Это примерно 200 единиц боевой и специальной техники, около 30 самолетов и вертолетов. Этих учений мы отработаем и опробируем новые средства связи, новые приборы ночного видения. Допустим, Казахстан на этих учениях будет задействовать радиостанции, средства оптики отечественного производства. Особенностями взаимодействия 2014 на предварительном этапе стала переброска подразделений КСОР самолетами военно-транспортной авиации в составе коллективных авиационных сил ОДКБ и выполнение практических задач по вопросу прикрытия КСОР ОДКБ единой региональной системой ПВО Казахстана и России. На данных учениях мы впервые в полевых условиях развертывали в полном составе командование с участием Объединенного штаба ОДКБ и секретариата СНГ. На практических этапах учений впервые отрабатывались вопросы организации информационного противоборства и психологической борьбы, практическое выполнение задач по их ведению, а также обеспечение кибербезопасности собственных информационных систем и программно-технические воздействия на информационные объекты противника. Видно, что коллективные силы ОДКБ становится более мощнее, более качественнее. Даже по экипировке, вооружению, технике, наверное, вы сами заметили, что это совсем другие коллективные силы ОДКБ по сравнению с теми, которые были только-только, когда они зарождались. История создания коллективных сил ОДКБ началась с беспрецедентного факта. В феврале 2009 года были созданы силы ОДКБ де-факто, а в сентябре этого же года уже прошли первые учения на территории Республики Казахстан. Коллективные силы ОПР на сегодняшний день составляют основу коллективных сил ООДКБ. И я не побоюсь сказать, что они лежат в основе всей системы коллективной безопасности. Поэтому им уделяется и такое значение. В составе учений, включенных в СОР ОДКБ, воинские подразделения десантно-штурмовой бригады ВДВ России, бригады аэромобильных войск Казахстана, мобильные бригады из состава сил специальных операций Беларуси, спецподразделения вооруженных сил Кыргызстана, десантно-штурмовая рота из Таджикистана. Динамика ведения боя такова, что для непосвященного череда залпового огня, воздушная составляющая, наземная бронетехника – все слилось в единый гром и рев. Но специалист четко выделяет, как справляются с поставленными задачами те или иные подразделения. Быстро ли и в том месте десантируются воздушные бойцы? Как работают танкисты? Кстати, в последнем международном танковом биатлоне, который проходил недавно под Москвой, из 20 государств казахстанцы вошли в тройку лидеров. Четкость, слаженность действий отличали учения и в этом году. На мой взгляд, бой удался. То, что было запланировано и поставлена задача, мы выполнили. Как командующий я очень доволен. Управлять таким контингентом очень приятно. И чувствуется, что есть сила. Отрадно, что все государства готовились и приехали сюда очень подготовленные. Нагрузка во время учения серьезная, но и немеренное количество впечатлений. Это общение с новыми друзьями, знакомство с новой техникой. И хоть от усталости язык движется с трудом, но глаза выдают азарт настоящего бойца. Мне интересно, что здесь все разные техники, которые я в жизни не видел. Трактика, да, больше здесь проходит. А вашей бригадой все-таки задача вот сегодня какая была? Наша задача поразить все цели. Цели, вот танковое вмещение. Ну, мы уже это сделали. Залпами, беговой там у нас приказ был. Как нам команда дает, мы так и выполним. На отличном. Если в день открытия учений все с интересом рассматривали образцы техники и вооружения коллективных сил оперативного реагирования, то всю мощь они смогли прочувствовать только во время самих учений. И она впечатляет. Сергей Високосов, Нурсултан Исаев, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Пришли результаты спортивного экзамена дан теста по кикушинка и кан карате. Из Симиртао экзаменировались 8 человек и все подтвердили свою квалификацию. Тестировал спортсменов со всего Казахстана абсолютный чемпион мира, инструктор из Японии Акаиши Макото. Боец Киокушинка и карате, сенсей Акаиши Макото приезжал в Казахстан, чтобы поделиться опытом и навыками с нашими спортсменами. В сборах приняли участие около 170 учеников из всех регионов Казахстана. На этом сборе наш главный гость поделился своим бесценным практическим опытом и секретами мастерства. На черные пояса мы сдавали, получается, с 15 по 18 числа июля месяца. Приезжал мастер с Японии, который принимал у нас этот дан тест. Это означает, что ребята сдавали на черные пояса. Восемь человек из Тимиртау принимали в этом участие. Все успешно сдали, подтвердили квалификацию. Двое из них подтвердили свою квалификацию и шесть человек сдали на черный пояс. То есть поднялись на ступеньку выше в спортивной карьере. На черные пояса могут сдавать юноши и девушки от 16 лет. Уже в таком юном возрасте тимиртауские ребята постигли столь высокий уровень. Они молоды, но занимаются карате уже давно. Их спортивный стаж от 8 лет и больше. Я занимаюсь в 7 лет уже. Уже 10 лет в этом спорте. Я вырубил этот спорт, потому что он учит этикету, уважение к старшим. Никита Горас учится в выпускном классе средней школы, но уже завоевал самые престижные титулы. Он чемпион Казахстана, Азии и Европы. И только сейчас завоевал право носить черный пояс. Каждый год для каратистов проводят сборы, чтобы они обменивались опытом. К нам ежегодно приезжают японские специалисты. Основной задачей сборов является развитие у наших каратистов технических навыков и поднятие в казахстанском регионе уровня восточных единоборств. Тренируется у нас в федерации около 300 человек. У меня занимается около 30 детей. Каждый месяц выезжаем на соревнования. Плюс раз в три месяца проводим аттестационный экзамен. Это на пояса. Ребята на пояса повышают свою квалификацию. Для казахстанских спортсменов поединки с японцами – это хороший опыт и повод к стремлению развивать свое мастерство. Спортсмены, подтвердившие квалификацию, скоро получат свои долгожданные черные пояса. Лариса Хусейнова, Айден Жекан, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. И последняя информация на сегодня. День Конституции. Казахстанцы будут отмечать три дня. Нерабочими считаются 30 и 31 августа, а также 1 сентября, который выпадает на понедельник. Это предусмотрено законом о праздниках в Республике Казахстан. В нынешнем году день Конституции, который отмечается 30 августа, выпадает на субботу, выходной день. А в законе сказано, что при совпадении выходного и праздничного дней, выходным днем является следующий, после праздничного, рабочий день. Следовательно, понедельник, 1 сентября для казахстанцев тоже будет нерабочим. Получается, что отдыхать нам с вами предстоит три дня – 30 и 31 августа, а также 1 сентября. На этом наш выпуск завершен. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. А вам слава была Муздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова